Не хватает клавиш, чтобы биндить больше скиллов? Не можешь зажать четвёртую кнопку на клавиатуре? А что если я скажу вам, что этот способ передвижения лучше, чем в ASD? Нет, вы не ослышались. Сегодня я покажу вам чудо инженерной мысли, скрафченные скромным мной, которая позволит вам двигаться на все восемь сторон света одним-единственным пальцем без использования в ASD. В этом видео я покажу вам, как я сам вручную, этими руками, скрафтил это гениальное изобретение с нуля, используя scientific method. А scientific method начинается с гипотезой. Гипотеза мне пришла при просмотре пвп-видосиков в певрайзингу. Пался чел, который использовал для игры контроллер. Но как так? Контроллером же невозможно нормально целиться, в отличие от мышки. Зато с другой стороны у него был тот самый джойстик или thumbstick, позволяющий одним пальцем управлять движением персонажа во все стороны. И тут меня озарило. А что будет, если соединить точность мыши с движением контроллера? Ведь на клавиатуре приходится тратить минимум два, а иногда и три пальца на передвижение с помощью ASD. Даже если ты не играешь в World of Warcraft с кучей кнопок, сможешь ли ты на ходу, зажав клавишу W и D, нажать еще и E одновременно, чтобы открыть дверь? Придется либо на секунду отжать другую клавишу, либо начинать чередовать пальцы. Тем не менее, в любом случае, Нилей придется на мгновение отжать палец. А вдруг эту кнопку интерактной на E надо зажать на ходу, а? А что, если еще надо срочно одновременно оружие поменять, нажав на кнопку 4? Именно в этом основное преимущество моего изобретения. Стоп. А мое ли оно? Проведя некоторый ресерч, оказывается, уже нашлись те, кто придумал это до меня. И оказались это фортнайтеры, которым оказалось неудобно переходить с PS-контроллера на ПК. Они даже поставили эти джойстики на производство. Можно заказать себе такую штуку за 5 тысяч рублей без доставки. Я сразу же попытался заказать, но в РФ они не доставляют. Я попытался заказать через другие сервисы, но во всех ответ приходит на это же сообщение. Этот товар находится под санкциями. Ну и ладно, ну и не надо мне. Я сам смастерю себе такой. Кто я? Не тинкер, что ли? Будто бы я собирался этим джойстиком управлять беспилотными маршинками. Для начала я заказал себе джойстик и плату Ардуино, которая напрямую по USB отключается к компу и может имитировать клавиатуру и мышь. Запрограммировать плату было неимоверно легко, меньше 100 строчек кода. А вот джойстик мне совсем не подошел. Он слишком здоровенный и амплитуда движений слишком большая. Стрейфиться на нем не получится. Покатающий его с одного края на другой пройдет очень дофига времени и все это время перс будет АФК стоять. И тогда я вспомнил о PSP. У него есть прекрасный миниатюрный томстик, который по высоте идеально подойдет под мою клаву. Припаяв к нему провода, я также сделал под него кейс, на который я не из тщеславных соображений, чисто по приколу добавил свой никнейм. 3D принтер же делаю, что хочу. Эта версия джойстика уже была достаточно играбельная. Надо только убрать скольжение и готово. Но тут появилась новая проблема. Большой палец находится слишком низко, что остальные пальцы не достают даже до кверки. И не то чтобы мне нужен этот пробел. В идеале было бы вообще вставить джойстик вместо половины пробела. Но для этого придется пересобирать всю клавиатуру, да и моя клавиатура мне нравится. Поэтому я сконструировал новый корпус, так чтобы залезть на пробел сверху. И небольшой наклон, чтобы большой палец нажимал на джойстик подушечкой, а не боком. Финальным же аккордом в этой версии стал кастомный колпачок. С вмятиной внутрь его легче двигать во все стороны без проскальзывания пальцев. Ну и разумеется, антискользящие резиночки на корпусе со всех сторон. Узрите же, мое изобретение номер 001. Ну что, пора протестить его в игре. Начнем с простого. Ну, как простого? Эту игру я ни разу до конца не прошел. The Howe Project. Да, теперь, благодаря джойстику, можно играть в Тоху одной рукой. Несмотря на наличие милых аниме-девочек, Тоха это не та игра, которая очень бенефитит от однорукого геймплея. Но теория подтверждена. Играбельна. Настройки чувствительности откалиброваны верно, так что на каждой из восьми сторон движения распределено одинаковое количество градусов. А теперь к интересному. V-Rising. Так как большой палец как был, так и остается в районе пробела, остальные пальцы с легкостью дотягиваются до кнопок раз до 3-4-5. Поэтому пора придумывать новые бинды. ВСД наконец-то освобождены от гнета. Вот эта часть для меня оказалась самой сложной. Переучиться ходить на джойстик вместо ВСД оказалось очень просто и интуитивно. А вот переучить остальные пальцы нажимать скиллы, особенно перебинженный с пробелами прыжок на мизинец или безымянный палец, оказалось достаточно тяжело. Но за множество итераций и смертей от крипчиков из обучения я пришел к такой раскладке. Сплы остаются на кнопках мыши, так же как они у меня были раньше. Прыжок с пробелой идет на букву С и нажимается безымянным пальцем. Скиллы оружия на Д и Ф, средним и указательным пальцем. Ульт на Г. Отмена каста мизинцем на З, а на А интеракт и подбор предметов. С, Х, В – свап на первые три основные оружия, причем в специальном порядке. В – указательным пальцем большой меч или булава, чтобы немедленно после свапа средним пальцем нажать Д и влететь. И наоборот на С – топоры средним пальцем, чтобы немедленно после свапа указательным нажать Ф и запустить топоры. А вот скиллы на Слэшерах используются оба, поэтому они на безымянном пальце, не конкурирующие им с обилками оружия. Остальные пушки и хилки при необходимости биндятся на Кверти, где легко досягаются пальцами. Например, то же копье, которое используется для тычика первого скилла, по той же самой логике идет на букву Р. И к этим умным биндам я уже успел прерывнуть и перебил с ними всех боссов. Играбельно. И вот мы подошли к настоящему ПВП – Баттл Райт. После верайзинга бинды тут почти все такие же, разве что интеракт на А я заменил на маунты. Я далеко не гений Баттл Райта и не верчусь как кинобамбина, чтобы доджить все скиллшоты, но мне кажется, что джойстиком это делать намного удобнее. Хотя здесь я все еще путаю с кнопками новых биндов, когда меняю персонажей. Возвращаясь к РТС и Доте, я не придумал удобных биндов под джойстик. Камеру двигать мне всегда более удобно средней клавишей мыши. А что еще можно забиндить на джойстик, я ума не приложу. В итоге я потратил 500 плюс 600 плюс 300 рублей на 3D принты, 1200 рублей на плату, неподходящий джойстик и провода, 450 рублей на нескользящие наклейки, честное слово на паяльник с припоем и ведро пота на реализацию. Стоило ли это того? Хотели бы вы собрать себе такую штуку? Лично я точно буду использовать ее в играх, где ты управляешь только одним персонажем, стрелочками или в АСД. На связи был Кассел Тинкер, теперь я готовится к релизу Верайзинга. Надеюсь, в этот раз мне проплатят рекламу 10 DLC-кодами. Продолжение следует...